Сегодня 18 часов, через 2 часа начинается марафон. Круглосуточный пост и молитва в течение 9 суток. До 9 ава, с 1 ава по 9 ава вечером мы закончим 9-дневный марафон. И хочу сказать, что отклики очень большие. Я очень удивлен, честно говоря. Помимо нашей группы, которая уже многолетняя у нас, присоединяются отовсюду. Из Италии, Франции, Америки, из Европы, из Азии, из других мест. Кого-то мы знаем уже, кого-то еще не знаем. Сегодня будем знакомиться. Из одного города вся община вошла в пост. 15 человек. Это город Исмаэль. Измаил в Украине есть такой город на Украине. И там группа, вот они решили тоже быть с нами, поддержать в посте. Кто-то сегодня заходит, кто-то завтра. Кто-то пишет, когда можно поститься. Теперь уже вот с 18 часов постоянно в любое время дня и ночи вы входите в поток. Поток уже течет. Течет, потому что Господь двинулся. Галь-галь. Это сила Божья. Это могущество Божье. Это Крубимы. И это вся вселенная движется. Сегодня Раха Кудыш сказал, что это царское дело вы делаете. Это уровень царя всех царей. Вы готовите ему путь. Возвращение Ешуа на землю. И, конечно, по-разному люди относятся вообще к Ешуа, Господу к нашему. И особенно к возвращению его, к пришествию царя, всех царей, и к этому дню, который в Писании назван День Господень, великий и страшный, с одной стороны, с другой, великий и славный. То есть, великий и славный он для тех, кто покинет землю, Машеих заберет церковь с земли, чтобы ей не быть участницей в скорбях. Как ты сохранил слово терпения, то и я тебя сохраню от годины искушения, которая придет на всю землю, чтобы испытать живущих на планете Земля. Поэтому это очень важный момент. И на самом деле, очи Господни с благоволением взирают на всех, кто в посте, на всех, кто примыкает к этому потоку, к этому движению Руаха Кудеш. Это не человеческая динаминация объявила, это не союзы каких-то людей. Это Руаха Кудеш движет ешерунами и шейфтимами здесь, на планете Земля. И 117-й Псалом. «Славьте Господа, ведь Он добр, и милость Его навек, да скажет Исраэль про Него, милость Его навек, да скажет род Когенов, род Агарона про Него, милость Его навек, да скажут те, кто Господа чтит, милость Его навек». «В беде Господа я призвал, и Он вывел меня на простор. Адонай за меня, и я не боюсь. Что сделает мне человек? Адонай помогает мне. Мне не страшно смотреть на врагов. Довериться Господу лучше, чем уповать на людей. Довериться Господу лучше, чем уповать на вельмож. Все народы меня обступили именем Адоная Юд. Гей, вау, гей, я не зверг их. Обступили меня, окружили именем Адоная Юд. Гей, вау, гей, шуа. Я не зверг их. Окружили меня, как пчелы. Чадили, как огонь в терномнике. Именем Адоная Юд. Гей, вау, гей, я не зверг их. Они толкнули меня, чтобы я упал. Но Адонай поддержал меня. Адонай моя мощь, он сила моя. Он шуа, спасение мое. В шатрах праведников крики победы и веселья. Рука Адоная явила силу свою. Высока Господня рука. Рука Адоная явила силу свою. Не умру, но останусь жив. И возвещу, что сделал Адонай. Адонай строго меня наказал, но смерти не предал меня. Отворите врата праведности и войду в них. И прославлю Господа. Вот они, врата Господа. Праведные в них войдут. Я славлю тебя, что ты дал мне ответ. Ты стал для меня шуа, спасение. Камень, который отвергли строители. Он стал краеугольным камнем. Это сотворил Адонай. У нас на глазах свершилось чудо. Давайте это скажем. У нас на глазах свершилось чудо. Потому что собрать пятьдесят человек на пост один я бы не смог. И вы бы не смогли. Но Адонай, Ют, Гей, Вав, Гей, Всемогущий. Он может все. Поэтому мы говорим, это сотворил Адонай. Адонай. У нас на глазах свершилось чудо. Вот что сделал Адонай в этот день. Будем радоваться и веселиться. Адонай, Ют, Гей, Вав, Гей, Адонай. Он нас светом осиял. Вяжите праздничную жертву. К рогам жертвенника несите ее. Ты, мой Ют, Гей, Вав, Гей, Я буду тебя прославлять. Ты, мой Ют, Гей, Вав, Гей, Я буду тебя превозносить. Славьте, славьте Адоная, ведь он добр и милость его навеки. И скажем, Амин, Амин, Амин. Кто-то хочет сказать, жив Господь и жива душа моя. И я не умру, но я буду жить и возвещать о великих делах Божьих. Великие дела Божьи, они только начинаются. И мы стоим с вами у истоков. Истоки – это начало, ручейки. Они не бывают большой рекой сразу. Но маленькие ручейки текут, и поднимается волна. Волна за волною. И как наводнение заливает все пространство, так и движение Святого Духа наполняет всю-всю-всю-всю нашу землю. Что такое эти девять дней? Девять дней. Первое Ава по девятое Ава. Это время великой скорби еврейского народа. Это время великих событий в истории Израиля. Это время, когда евреи переживали самые мрачные периоды в своей жизни. И история израильского народа, история евреев, зафиксировала. Девятое Ава – это день, когда евреи возроптали, хотели побить камнями Моисея, Мошея, Аарона, и Гошуа-бен-нуна, и Кхалева, чтобы не идти в землю обитованную. Они испугались великанов. Это был девятое Ава. И Бог произнес свой приговор. Не войдет ни один из тех, кто сегодня поднял восстание против Меня. Вы не на Моисея восстали, вы восстали на Меня. И поэтому мой суд – следующий приговор. Вместо 40 дней, что вы высматривали землю, я вас забираю в пустыню на 40 лет. И там вы умрете все. Все. Ни один из вас не войдет в землю, текущую молоком и медом. И это был приговор очень жесткий. И дальше последовались 40 лет скитаний по пустыне. 40 лет, когда умирали отцы и возрастали дети. В тяжелых условиях с ними шла слава. Слава их не покидала. И днем это был облачный столб, который окутывал от 5 до 7 миллионов людей в пустыне. А ночью это был огненный покров, который покрывал, защищал от диких зверей, от иноплеменников. Купол стоял такой, закрывающий Израиль со всех сторон. В виде огня. Огненная стена стояла. И никто не мог коснуться Израиля 40 лет. Но при всем том, старое поколение, ветхие мехи, не смогли удержать откровение нового дня. И только лишь дети этих отцов, они вошли в землю обетованную, согласно руководства Святого Духа и пророка. Через пророка Бог вывел. Израиль через пророка его защищал, охранял. В этом и есть служение пророка. Защищать, охранять и беречь Божий народ. Это и есть служение пророка. И держать баланс, держать справедливость. Сегодня одна наша сестра Анечка, Ханна, по-моему Ханна, написала, что когда свет виден в конце туннеля, значит ты идешь по прямой. Если в конце туннеля нет света, значит ты попал в катакомбы. И можешь там долго блуждать. Это истинная правда. То есть, если вы сейчас не видите пришествия Ишуа, вы блуждаете в катакомбах религии. И вам надо срочно найти этот единственный путь, ведущий в жизнь. Если вы видите свет в конце туннеля, и вы видите, куда вы устремились, у вас есть ясное видение, ясная цель, значит вы идете в правильном направлении. Пророки ведут народ. Через пророков Бог посылает свое слово, сигналы и так далее. И мы будем 9 дней вместе с вами иметь собрание с 16 до 18, ежедневное собрание с причастием. И также с 21 часа онлайн в скайпе будет наша сестринская молитва, которая уже длится несколько лет. И туда еще можно присоединяться, добавляться и молиться вместе с нашими сестрами. С 21 до 24. Можно создавать новые стражи, чтобы покрыть онлайн полностью временное пространство. И тут уже ваша инициатива. Если вы желаете, пожалуйста, любое время дня и ночи выбирайте, собирайте двое-трое и в скайпе онлайн вы можете слышимым голосом с присутствием Божьим. Ну, сестры посвидетельствуют, я попрошу сегодня посвидетельствовать Татьяну Бакитскую обязательно, как это, какие ощущения света у нас никогда не пропускает. И другие, их не так много, но они верные. Верных не может быть много. Много это толпа, это как бы масса. А в массе есть более послушные, более верные, преданные, посвященные, чем другие. Поэтому сейчас время выявлять посвящение. Время увидеть посвященных людей. И как написано, небо, небо для Господа, а землю дал он сынам человеческим. То есть, наша ответственность за эту землю. Пост, который мы идем, это пост за Израиль. Пост о том, чтобы природные ветки вернулись на маслину. Дикие уже приросли. Дикие уже изменились. Дикие уже плодоносят природными плодами уже. Плод с каждым годом все лучше, все лучше, все лучше. Но это были дикие. Две тысячи лет Бог дал язычникам. Дикие маслины привились. Все. Эта часть работы закончилась. Время язычников закончилось. И дальше последнее. Кем все начиналось? Евреями. Где все начиналось? В Израиле. В каком городе? Иерусалим. Значит, там все и закончится. На горе Сион сошел Святой Дух. И на горе Сион 120 евреев заговорили на иных языках. Начали пророчествовать и действовать. Точно так же 2018, 19, 20, 21 это наше время. Вот эти три года нашего времени войти в Израиль, войти на гору Сион, восстановить жертвенник апостолов, который там по ругании лежит в руинах погребенной религии. И восстановить служение апостолов в Иерусалиме, а оттуда до края земли. Сегодня есть механизмы, которых не было в первом веке. Это онлайн-связь. Всевышний дал людям мудрость. И у нас теперь есть связь со всеми людьми. Со всеми, всеми, всеми. И я хочу дочитать, зачитать, кто к нам добавился, помимо тех людей, которые мы уже знаем. Ну вот, начнем. Татьяна Риско-Ленко, Заряна Эйзенхарт из Франции, Рогинский Славик Мамовера, Галина Звенигородская из Донецка, Бессонов, Миша с Алтая, Барнаул, Алла Жукова, Наталья Шхино из Измаила, Ишмаэль, Италия, сестра Алена Абрамо, Вероника Магалимова, Намик из Москвы присоединился, Наталья Берецкая из Италии, из города Падов. И список еще растет, пока идет мост, люди пишут, 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 постоянное общение. У меня практически уже круглосуточное служение. День и ночь, я на связи. Но Господь так сделал мою жизнь, что это для меня привилегия служить вместе с вами Всевышнему и исполнить царский проект, девятидневный марафон поста. Да будет так. И скажем Амин. 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 Мы совершим причастие. Как написано в Слове. Ту ночь, которую он был предан, он взял хлеб и, возблагодарив, преломил и дал им и сказал, примите, едите, это есть тело мое, за вас ломимое, делайте это в мое воспоминание. Так же и чашу и сказал, сия чаша есть кровь нового завета за многих изливаемое во оставление грехов и да испытывает себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего, пьет от чаши сей. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Наша молитва сейчас о начале девятидневного поста. Наша молитва о всех людях, которых Дух Святой вовлек участвовать в этом царском проекте. Это высший государственный проект Царства Небесного здесь на земле. И это пост о Израиле. Пост о природных ветвях. Пришло время вернуть ветки на место. И написано, что если ты, дикая маслина, привился, то тем более привьются те, которые отпали, то есть евреи. Мы верим, что сейчас в Израиле идет подготовка Духа Святого этих ветвей. И как только начнется движение возвращения, то и ветки вернутся в свое место. И будет одно стадо и один паст. Будет единое, целое, называемое Исраэль, Божий народ. Мы не были Божьим народом, но мы стали Божьим народом. Теперь нам надлежит два жезла соединить. Жезл Иосифа, который означает всех неевреев, и жезл Игуды, который означает всех евреев. Два жезла сольются вместе, как тело и кровь соединены, сейчас будут внутри каждого из нас. Когда мы едим и пьем, мы соединяем тело и кровь внутри нас самих. Это и есть таинство, которое дает силу. Таинство, которое производит силу. Боже, мы благодарим Тебя за этот вечер, благодарим за первое Ава, которое вошло сегодня вечером на планету Земля, и мы благодарим Тебя, что мы вошли в определение Господне, и мы вошли в дело Божие, дело Царя, подготовка возвращения Машеха на эту Землю. Мы знаем, Боже, всем своим сердцем, что каждое слово, которое Ты изрек, будет исполнен. Мы знаем, Боже, всемогущий, что каждый человек, которого Ты называешь истинный израильтянин, в котором нет лукавства, он будет с нами, с Тобою до конца. Поэтому укрепи нас, укрепи это сообщество, укрепи это общение, укрепи невзирая ни на что, ни на какие трудности технические, или географические, или еще какие-либо твердыни, которые допадут в присутствии Твоей славы истинные. Боже время нам пробудиться от сна, ибо сегодня ближе к нам день, нежели когда мы уверовали. Поэтому дай нам сегодня пробуждение каждому в его духе, каждому в его сердце, разуме, воле и чувстве, каждому в его личной жизни, каждому в его служении. Да, очнется Твой народ от всякого обольщения, и да выйдут Твои дети из-под власти сатана, из-под власти обманщиков и обольстителей во имя Ют, Гей, Вау, Гей, Шуа. И да явится слава Твоя на нас и на детях наших. Давайте это скажем громко. Да явится слава Твоя на нас и на детях наших. Во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа скажем Амин. 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 Благословите тело, благословите кровь, благословите Всевышнего, даровавшего нам эту жертву, едущий тело не умрет, пьющий кровь, воскреснет последний день. Во имя Ешуа, Ама-Шиеха, скажем Амин. И совершим Таинство Причащения. Таинство талии Продолжение следует...